Уже второй день про эту тему вы, наверное, слышали, название прочитали. И я думаю, для всех, так скажем, изнуренных любовью к бегу, это окажется достаточно интересным. Потому что немножко с другой стороны вы сегодня посмотрите на что такое потерпеть, на выносливость. Потому что у нас выносливость традиционно с чем ассоциируется? Ну вот, большинство из вас. Что такое выносливость? Энергия. Ну вот в беге, в беге, что значит выносливый человек? За опасный энергию. Противостоит утомлению. То есть мощное сердце, высокий гемоглобин, как это у нас обычно думается, может пробежать марафон, долго не устает. Ну это вот такой традиционный просто взгляд, который в принципе у нас стереотип о выносливости именно такой. Но я хочу сегодня немножко расширить это понятие. И вот не с точки зрения физиологии на нее взглянуть, а с точки зрения психофизиологии. То есть с точки зрения именно двух наук. Вот поэтому программа вебинаров сегодня вот такая вот у нас будет. Можете прочитать. Я позволю себе ее не зачитывать. Вот все темы, как вы видите, достаточно интересные в каждый момент. И давайте уже начнем с первого. Что такое выносливость? Это нельзя объяснить выносливость лишь одним гемоглобином, набором каких-нибудь конкретных генов, длинными ногами, я не знаю, низким пульсом по утрам, быстрой скоростью восстановления. Это слишком много компонентное явление, чтобы его описать вот какими-то конкретными одними терминами. Как бы ни искали ученые геновыносливости в Кеницах, в Эфиопах, они не нашли. Они 10 лет на это потратили. Они генетически такие же, как и мы, ничем не отличаются. Но почему-то нас выигрывают. И ученые как раз пришли к мнению, что генетика – это очень, конечно, хорошо, но играет роль окружающая среда, где этот человек вырос, как его воспитали, какое у него отношение к преодолению трудностей. То есть все это суммарно, ну и, соответственно, и тренировочный процесс, все это суммарно формирует спортивный результат. И с точки зрения физиологии, действительно, у нас всего три компонента, которые напрямую влияют на результат. Это максимальное потребление кислорода, но МПК, по которым все у нас любят мериться, который на гармине измеряется, у кого выше, особенно среди любителей. Это экономичность бега, часто очень упускаемый компонент, но, тем не менее, это один из главнейших факторов. Ну и скорость бега на уровне анаэробного порога. Вот любой из этих параметров мы меняем, или несколько из них, у нас автоматически вырастает результат. Но не результат, а работоспособность. Способность бежать быстрее появляется. Потому что спортивная форма и спортивный результат – это абсолютно разные, ну не абсолютно разные, но не всегда зависимые друг от друга переменные. Давно уже, еще, наверное, сто лет назад, физиологи задались вопросом, есть ли пределы выносливости. Вот как вообще, где, и способен ли человек вообще достичь своего генетического предела. Вот у каждого из нас есть какой-то свой потолок. Но пока специалисты не нашли того человека, который бы полностью реализовал всю свою генетику. Все время что-то мешает, что-то не дает реализоваться по каким-то причинам. Это и бытовые какие-то проблемы, это и неспособность адекватно подобрать нагрузку, и восстановление. Ну то есть, пока что любой из нас должен понимать, что нам еще очень далеко до своего потолка двигаться можно. И даже те, кто оптимально, идеально тренируется, все равно всегда есть какие-то факторы для роста, даже не психологически. Условно говоря, у нас есть идеальный тренер, идеальный спортсмен, идеальная тренировочная программа, он ее тянет, выполняет, и казалось бы, все прекрасно, но в один момент результат выходит на пик. То есть, в тренировочном плане уже добавлять некуда. Что мы можем сделать? Ну вот какие варианты, не применяя допинга, как увеличить его результат? На самом деле, все очень просто. Элементарно поехать в горы, ну как вариант. Еще не использован этот потенциал. То есть, всегда у спортсмена должны быть какие-то потенциалы для роста. Что еще использовать? Ну, не запрещенное, что даст еще дополнительный прирост. Это и спортивное питание. Ну то есть, вот этих вариантов или методов манипуляции очень много. Главное, что их используют. Даже если по полпроцента у опытного спортсмена будет давать каждое вот это нововведение, это уже, на самом деле, большая прибавка к результату. Вот. И очень интересно ученые начали задаваться вопросом, как вот организм себя поведет в экстремальных ситуациях. Потому что, на самом деле, в горах организм совсем по-другому работает. На жаре тоже, свои адаптации. На холоде, на высоте. И вот, когда описывают выносливость, очень часто приводят вот этих вот людей, которые в суперэкстремальных условиях показывали какие-то чудеса преодоления. Ну, это и при достижении Северного полюса, Южного полюса. Ну, наверняка многие из вас читали. Когда там на собаках еще 100 лет назад, там, с какой-то, с минимумом запаса еды, в минус 50 градусов они покоряли. То есть, это в чистом виде выносливость. И, ну, вот, естественно, вопрос, если можно, то как ее увеличить? Ну, вот, сегодня этой темы я тоже коснусь. Вот, основоположником психофизиологии стал итальянское происхождение, сейчас проживающий в Великобритании, Сэммиуэль Маркора. Такой пузатый, волосатый дядька с бородой. Вот. Он так описал выносливость, что это психологическая борьба с нарастающим желанием остановиться или замедлиться. То есть, мы боремся с желанием остановиться. У нас всегда, чем сильнее мы встаем, тем сильнее наше желание затормозить. Мы с ним боремся. От этого, это зависит от многих факторов, как мы с ним сильно боремся, которые чуть позже мы будем разбирать. То есть, это не физиология. Физиология лишь, она будет определять то, насколько позже или раньше у нас возникнет желание затормозить. Но оно всегда возникнет. И вот современная концепция физиологическая выглядит так. Боли и дискомфорт не заставляют нас сбавлять скорость, как многие думают и считают. Они заставляют нас захотеть сбавить скорость. А это принципиально две разные вещи. Сбавить и захотеть сбавить. И вот если с этой точки зрения рассматривать тренировки на выносливость, то, конечно же, у нас очень сильно увеличивается инструментарий для воздействия на спортсмена. И что такое утомление на самом деле? Очень просто описал один тренер, я не помню, Стив Магнес, по-моему, его зовут. Что такое тренировки? Вот очень интересное определение тренировок. Тренировки – это своеобразная игра, когда мы стараемся обмануть утомление и отодвинуть его на чуть более поздний срок. Неважно, как, наша задача его отодвинуть. И вот эта постоянная игра. Мы противостоим утомлению. Как мы это делаем? Это уже зависит от тренера, от спортсмена, от применяемых методик. И в мире примерно так развивались причины утомления. Сначала это считалось, что периферическое утомление играет главную роль. Но когда мы бежим, у нас просто закисляются ноги, устают ноги, мы замедляемся. Оно постепенно отошло на задний план. Следующая концепция – центральное утомление. Когда центральная нервная система наша уже устает и не способна генерировать нервные импульсы для сокращения наших мышечных волокон. Ну, сейчас господствует интегральная модель, которая имеет сложную структуру и основана на принципах обратной связи. То есть у нас не мышцы устают, у нас мозг получает сигнал, что в мышцах меняется физиология, меняются биохимические свойства. И что если мы будем продолжать бежать в том же духе, в том же темпе, у нас через какое-то время начнут развиваться необратимые процессы в организме. Ну, то есть мозг просто получает сигнал, что организм приближается к опасному для него состоянию. И сам уже принимает решение отключать мышечные волокна. Вот очень интересно на самом деле выглядит концепция утомления на марафоне. Вот все, наверное, слышали, что такое марафонская стена. Ну, а что она из себя представляет с точки зрения физиологии? Моё мнение – это когда заканчиваются углеводы. Да, именно заканчиваются углеводы. Ты прав, заканчиваются углеводы, они не совсем заканчиваются, они достигают какой-то критической отметки, мозг это чувствует. Ну, у нас же огромное количество обратной связи, сигналов поступает из всего тела в наш мозг. Он их перерабатывает, как сложный компьютер. И когда он видит, что через 2 километра уровень углеводов достигнет критического значения, он начинает независимо от нас, наше подсознание, отключать мышечные волокна, мы просто сбавляем, и все. Это не зависит от нас. То есть непроизвольно. И с этим, на самом деле, можно бороться. Прежде чем перейти к психологии выносливости, хочу этим вопросом задаться. И тут обращение ко всем. Почему многие из вас выступали, наверное, плохо? Выполняли откровенно провальные старты. Вроде результат плохой, а устаешь в разы сильнее. Как будто, я не знаю, пробежал наличный рекорд, результат плохой. И очень долгое восстановление, очень долгий негативный фон после этого. На самом деле, как вы думаете, кто эту концепцию хорошо объяснил? Упоминаемый сегодня Сергей Мканнеман, который разработал правила пика и конца. Наш мозг в любой деятельности, в момент какого-то процесса, запоминает очень четко всего два момента. Момент наивысшего пика каких-то ощущений в процессе этой деятельности и финишный момент, финишный пик. И если оба этих слагаемых имеют негативный окрас, то итог очевиден. Я попробую это все объяснить. Вот мы бежим в марафон. Где-то на 35-м, 37-м километре наступает не просто плохо, а хреново, когда все начинает тело ломить. Когда дышка, когда фруди до финиша еще 5 километров, сил нет. Но это на самом деле еще далеко. Если какая-то еще горка перед нами. Мы остро, у нас в мозгу очень четко отпечатывается информация и память об этих ощущениях. И второе, как мы уже выяснили, яркое ощущение, это финиш. Когда мы в таком состоянии прибегаем на финиш, видим, что личного рекорда нет, все плохо, мы выложились. И как вообще жить дальше. Это все накапливается. И у нас просто в подознании записывается, запрограммируется этот негативный результат. То есть нам плохо было и в моменте, нам плохо было и на финише. Вот давайте про Канемана интересный эксперимент расскажу с ледяной водой. Насколько все-таки финишные ощущения, конечные ощущения могут затмевать текущие. Ну, он как, все на студентах на своих экспериментировал. Вот одна и та же группа студентов. Вот стоит два таких Чана с водой, с ледяной водой. У них эксперимент простейший. В первую ледяную воду они обязаны были опустить руку на 30 секунд. Было очень, ну, то есть действительно неприятные такие, порой даже болевые ощущения. Во второй такой же Чан на полторы минуты. Но он сделал большую хитрость. То есть вода, по-моему, была около 4 градусов в каждом из этих Чанов. Во втором, когда они опустили руку, первые 60 секунд температура не менялась. А потом, он об этом никому не сказал, начали подогревать воду. И то есть, соответственно, к концу полутора минут она прилично так разогрелась. То есть они страдали в моменте и на финише почувствовали, что не так уж все и плохо. Но об этом не знали. И потом их спросили, какие ощущения, какой опыт из этих бы вы повторили. Они выбрали второй, где в ледяной воде они руку держали намного дольше. Но вот эти вот финишные или конечные воспоминания, они затмили дискомфорт во время самого процесса. И, соответственно, полная аналогия с марафоном. Я хочу очень подробно так, что происходит с мозгом на дистанции разобрать. Вот немножко забегая вперед, что когда у нас, как бы мы ни страдали на дистанции, когда мы прибегаем на финиш и видим личный рекорд, вешают медаль на шею. Вот эти опиоиды, ну вот, наверное, самый у нас эмоциональный, Егор. Ты забываешь про все страдания. Они просто стираются. И ты через три часа очнулся, а уже, оказывается, еще на три марафона зарегистрировался. Потому что тебе не хватает этих опиоидов. Организм их требует, просто ломка возникает. Вот. То есть у нас постоянно идет борьба между страданиями на дистанции и тем, что мы ощущаем на финише. То есть показав личный рекорд, мы стираем из памяти все страдания. Не показав личный рекорд и показав плохой провален для себя результат, мы надолго все это в себе программируем. И поэтому так остро переживаем этот провал. Ну, тут вопрос такой философский. Можно ли извлечь пользу из неудачных стартов? Сложно, наверное, но можно. Потому что эти действительно результаты, в результате этого чувство отчаяния, неудовлетворенности. И если вовремя не проработать эти результаты, они могут очень глубоко укорениться. И поэтому я по себе замечал, у меня был один такой год, я сошел на забеги, мне стало тяжело. Я целый год сходил. Просто заукоренилось. И сложно избавиться было от этого. Вот. Что меняется? Меняется наше отношение к соревнованиям, к забегу. У нас вместо челленджа меняется установка на угрозу. То есть у нас всегда, выходя на старт, мы все, вот если всех бегунов разделить на две большие группы, одни видят в соревнованиях челлендж, а другие угрозу. Это независимо от нашего мышления. Это подсознательно в нас челлендж или угроза. То есть или это будет тяжело, но я это сделаю, я всех порву, установлю личный рекорд. Или же подсознательно человек чувствует, что ему навредит эта гонка. Вроде как что, вот стал, пробежал, но у него запрограммировано. Это вред, это опасность для организма. И, соответственно, несложно догадаться, в каком из этих случаев проще показать личный рекорд, а в каком из этих случаев человек просто провалится. И, как мы понимаем, физиология тут, ну не то, что отходит на второй план, но не играет решающей, глобально решающей роли. То есть понятно, что если два человека одинаковых с точки зрения физиологии, с разными установками, кто из них будет первым на финише. Ну вот такие, знаете, философские моменты, ошибки. Наши друзья и действительно, как сказал, по-моему, Рон Кларк у нас, да, был в свое время многократным рекордсменом мира. Он назвал успех, успех всегда относителен, а провал объективен. Именно провал нам дает чистое знание. То есть на самом деле успех вот исключительно зависит от нашего к нему отношения. Вот представьте две ситуации. Егор, какой у тебя личный рекорд на марафоне? 3.15. Вот Егор поставил себе задачу пробежать за 3 часа ровно. Пробежал за 3.01. Это провал или успех? В таких случаях, в принципе. Вот. Или... Еще сложнее, еще сложнее. Егор поставил перед собой задачу выбежать из трех, при этом у него час лишних 3.15, и он прибегает 3.01. То есть он на 15 минут улучшил личник, но не так, как он хотел. И поэтому дежурному тренеру пишет, блин, все козлы, блин, я пахал, пахал, у меня ничего не получилось. Говорю, как не получилось? Ты на 15 минут личник улучшил. Да, ну я же хотел, а вот оно. Вот с разных сторон можно смотреть на этот процесс. Я аналогично. Другая ситуация, когда человек полгода готовился к десятке и улучшил всего на секунду. Провал это или успех? Я не знаю, смотря с какой стороны смотреть. Вроде как личный рекорд, но с другой стороны всего на секунду улучшил. Это вот все зависит от нашего отношения, что есть для нас успех, что есть для нас провал. И, соответственно, если после этой ошибки мы полностью провели работу над ней, поняли, почему случился провал и сделали работу над ошибками, соответственно, с этой точки зрения можно провальный старт рассматривать как действительно таким положительным опытом. Ну, а если ошибки не сделаны, то они будут повторяться в дальнейшем. Ну, не ошибается тот, кто ничего не делает. Это у нас от многократного рекордсмена России, я слышал, который часто ошибался, но в итоге стал семикратным чемпионом России. Семь лет подряд выигрывал чемпионат. То есть, если мы ошиблись, значит, мы что-то не так сделали. Это само собой, самое главное понять, что мы не так сделали. То есть, то, что мы можем контролировать, мы всегда контролируем. То, что мы не можем контролировать, я думаю, по этому поводу даже и переживать не стоит. Это уже то, что не зависит от нас. И в данном случае знания, тренерские знания, знания спортсмена, они не обеспечивают успех, они обеспечивают, повышают вероятность успеха. Вот это, наверное, самый интересный момент, который сейчас все вспомните свои забеги и прочувствуете заново все эти эмоции. Действительно, как я сказал, у нас два отношения к соревнованиям, челлендж и угроза. Ну и когда угроза, очень сложно выложиться. Ну, можете же, наверное, кто-то из вас вспомнить такие ситуации, когда вы ходите и прям страх ошколотят вот так вот на соревнованиях. А сейчас объясню, почему. Вот, кстати, никто не задумался, почему, когда мы выходим на старт, трясет вот этот адреналин. Адреналин у нас трясет. Это же всего лишь соревнования. Вы просто бежите. Вас никто не будет стрелять, топором кидать вас. Это всего лишь забег. Это всего лишь забег. В голове у тебя стоят вот такие. Человек с ружьем в голове стоит. С топором. Дай бог, хуже ли. А как это во избави? Это тоже, как я понимаю. А зубы колотят здесь? Логически мы понимаем, что нам нечего трястись. Правильно? Это всего лишь забег. Это всего лишь соревнования. Ну, с точки зрения логики, вот рациональное мышление наше должно подсказывать, что я не должен трястись. Это вообще ненормально. Меня не убьются. Да. Угрозы жизни нет. Угрозы жизни нет. С стороны вырабатывается адреналин, который помогает тебе. Почему он вырабатывается? Что значит? Это уже как следствие. А причина? Потому что организм воспринимает это как угрозу. И вырабатывает адреналин. Нет, если есть. А почему он воспринимает это как угрозу? Потому что ты боишься, что не сможешь выполнить поставленные задачи. И что? А бегун любитель, на которого ничего не давит. Нет, на кого не давит, у него и адреналина нет. Просто в какой-то момент это перестает быть just for fun. То есть у тебя есть обязательства перед тренерами. Ты боишься, что ты не получишь свои 100 лайков в Инстаграм. Завышенные ожидания. Да. И у тебя получается ожидания. Не только у тебя, а твои ожидания. Они формируются ожиданиями публики в Инстаграм, семье. Но как я объясню жене, что она должна вместо меня тут стирать, мыть, готовить. Потому что я готовлюсь, я же с тренировки пришел, мне же полежать надо. А она там на кухне где-то там котлеты мне жарит. А потом я вдруг скажу, что ничего не выиграл. А скажу, что нафига я тебе котлет тогда жарил? Ну да. Вот мы сейчас все и тут сидим, такие красивые, у нас тепло накормлены, одеты. Ничего нам не угрожает. Если вот перенестись, как я тут написал, на 10 тысяч лет назад, наши предки сидели где-нибудь в пещере. Жарили там куски мяса на костре. Физиологически чем-то поменялись мы за 10 тысяч лет? Мы абсолютно те же самые, но абсолютно разные условия. И тот человек, который жил 10 тысяч лет назад, у него не было такой комфортной среды. Он жил в очень враждебном для себя мире. То есть представьте, человек выходит из своей пещеры, тут у него может быть пещерный лев, а вот там какой-нибудь олень, который один может его сожрать, а он может поймать и сожрать того оленя. Нас природа готовила вот к этому, к опасности, к преодолению. То есть всю нашу за миллионы лет эволюции вот этот стресс, вот эта опасность, она врождена в нас. Мы созданы для борьбы, для преодоления, для вот этого адреналина. Соответственно, что происходит тут, когда человек, ну представьте, пещерный человек выходит из своей пещеры. Адреналин выплескается. Для чего? Потому что в момент выплеска адреналина у него обостряется реакция, обостряется зрение. Он становится намного выносливее, работоспособность его просто вырастает. И это помогает ему спастись, выжить, если на него там оттуда лев прыгнул, или вдруг ему надо четко попасть копьем в какого-нибудь там, я не знаю, кабана. И парадоксально, вот эту ясно, эту идею я сначала тоже у Каннам, она прочитала, и потом еще у других физиологов, когда мы выходим на стартовую линию, то же самое, такие же процессы возникают, как из пещеры. Нам этого просто не хватает. Почему человек выходит на старт? Потому что у него, он природой, он создан к борьбе. Природа создавала нас к борьбе со стрессами, к преодолению, к борьбе. И мозг никакой разницы не видит. То есть мы встаем на старт, мы готовимся к борьбе. Поэтому у нас поднимается адреналин, наша реакция усиливается, наше зрение, наше восприятие действительности обостряется, ну и, соответственно, выносливость. Поэтому с этой точки зрения адреналин нужно рассматривать вообще как очень, как естественный просто допинг. У нас он действительно увеличивает выносливость. Но все смотрели фильм «Адреналин». Академия, адреналина на сколько хватает вам? Вот на этот вопрос конкретно я не знаю, не изучал, когда он заканчивается у нас. Вот. Это мы разобрали, какие ощущения. Кстати говоря, вот про адреналин, заметил такую историю, вот бегаешь. Манежа Алексеева, там такой сложный очень манеж. 200 грамм, 200 грамм. 200-метровая дорожка, в середине футбольное поле, два футбольных поля, и они такие завешены сеткой. И из этой сетки периодически выскакивают люди. И ты вот бежишь, километр, там, мне надо молотить, там, вот свой километр, круг за кругом, пять кругов. Вот ты бежишь, совсем умираешь. Вдруг из этой сетки перед тобой кто-то за мячиком выпрыгивает. И ты вот, либо ты его чуть-чуть толкнешь, либо ты из него увернешься, либо еще как-то, и смотришь следующие два круга, прям побежал, 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 побежал. То есть, брызнуло, брызнуло адреналина вот туда, и все. И ты просто раз, раз и побежал. Я подтверждаю точно, то же самое, минимум на круг, раз, вроде такие же ощущения, а на 3-4 секунды круг это быстрее получается. Ты даже не заметил, как ты их пробежал, просто такое ощущение, что как будто у тебя там кальновит. Я там доску вытаскиваю, вот эти, которые стреляются из пистолета. У вас такая доска перед тобой. А еще бывает, если собака из тобой гонится, то же это линобедичек появлялся. Вот это как раз, когда собака гонится, наши скрытые резервы проявляются. То есть, те же слышали вот эти удивительные истории, когда человек, чтобы спасти, допустим, свою семью, там огромные какие-то, может спасти деньги, чемоданы, которые он бы просто никогда от пола не оторвал, он вытаскивает. Когда переворачивает машины, чтобы спасти людей, попробуй его в нормальных условиях, эту машину перевернуть, он этого не сможет. Или там еще интересная история, рассказывали, как наши летчики на кукурузнике где-то приземлились в тайге. Лес вокруг, трое человек их было, двое ушли куда-то там еду искать или там еще другой народ. И заходят, ой, приходят из леса. А карифан их, который в валенках, ну не в валенках каких-то был, я не знаю, в сапогах таких, в бушлате. На двухметровом крыле, туда невозможно, говорит, залезть. Увидел медведя, он говорит, я не заметил, как там очутился. То есть просто его физические способности в этот момент увеличились в несколько раз. Это мы разобрали, как мозг себя ведет, когда мы стоим на стартовой линии. Сейчас давайте пройдемся по всем этапам. Так прозвучал стартовый выстрел, которого мы так долго ждем. Мозг начинает получать и интерпретировать множество внешних сигналов. Мы всегда, хотим того или нет, мы обращаем внимание, как ведут наши соперники, какой профиль трассы, откуда дует ветер, нет ли там горок, как себя ведут наши ноги. То есть тысячи сигналов извне и изнутри поступают в мозг, и он на основе их начинает рисовать какую-то картину, складывает это со своими личными ощущениями. Ну то есть и с ожиданием нашим, естественно. И в ответ на это уже опытный мозг сразу же начинает выстраивать стратегии поведения. Нужно сбавить, добавить или пока все нормально, продолжая бежать в этом же темпе. И вот на самом деле, чем опытнее спортсмен, тем гибче он интерпретирует сигналы и выбирает оптимальную стратегию поведения. Это, кстати, вот к слову о тренерстве. Немножко я такое двухминутное отступление сделаю. Задача, вот это мое личное мнение, задача тренера не привязывать спортсмена, а наоборот давать ему по максимуму свободы, чтобы он учился самостоятельно принимать решение. То есть не зависимость увеличить, а независимость. Ну я думаю, идея понятна. Поэтому иногда лучше вот, там три строчки написал, ошибся, зато он сам на этой ошибке сделает какие-то выводы. И чем более независимый спортсмен, мне кажется, тем лучше для него же самого. Он учится принимать решения, он учится какие-то сложные ситуации, когда стоит задача, что-то там быстрое пробежать, погода плохая или заболел, или там что-то еще. А неопытный, он что будет делать? Если он не выполнил, он начнет или паниковать, или... То есть в голове начинается какая-то каша. Это вот как раз к вопросу об опыте. Чем более опытный, тем больше у спортсменов всегда стратегии поведения. Учится быстро, моментально, подсознательно принимать решения. Не думать там, как же мне сейчас поступить, вот спортсмены ускорились. Вроде для меня это быстро, а вроде не очень. Это все происходит бессознательно у опытных. Вот эти, чем отличаются элитные спортсмены, не только тем, что они такие все выносливые, такие сильные, быстрые, техничные. Они подсознательно сразу же учатся принимать оптимальное для себя решение, оптимальную стратегию поведения. Ну и ты раньше принимаешь это решение, то есть если неопытный парень-девушка бежит, она пробежала первые 2-3 километра, у нее же цель, она же должна бежать, как она должна бежать по 4-16, он бежит по 4-16. Хотя на самом деле уже понятно, что он не пробежит по 4-16. И он продолжает, продолжает, продолжает. Тренер же написал, да? 20-й километ, и все, пошел пешком. А если бы чуть пораньше проанализировать, понять себя, и что я 4-16 не тяну, и побежать там по 4-15, по 4-10, пробежала бы до конца финишера с нормального времени. И не получается марафона. Темп, 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 темп. 4-16 это из 3-х часов. 4-16 перейдет 4-10? Наоборот, 4-2. То есть чуть-чуть подать, 4-20, я уже считаю, да. 4-20, чуть помедленнее замедлился, там на 4 секундочки, и ты бы нормально пробежал, там не вписался бы чуть-чуть. А так ты давишь, 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 а потом просто пешком идешь и проигрываешь сразу полчаса. Подбираемся к середине дистанции. И это очень интересный момент гонки. От старта уже далеко. И до финиша еще далеко. Это считается таким, знаете, самым неопределенным, самой неопределенной точкой дистанции. Потому что непонятно, уже устал, уже начинает проявляться усталость. И вот эти вот сомнения начинают в голове возникать. А смогу ли я добежать? А может быть, сбавить? Может быть, так кто-то вот эти вроде быстро бегут, вот мне держаться за ними, или я чуть-чуть сбавлю, отдохну, и там где-нибудь под финиш ускорюсь. То есть огромное в голове возникает огромный вихрь из неопределенностей. Что мне делать? Смогу ли я продержать так темп? И вот чем сильнее неуверенность, тем большее беспокойство в нашем сознании, подсознании возникает. И оно постепенно действительно начинает накапливаться, как снежный ком. Потому что беспокойство, возникающее от неуверенности, вырастает действительно до панического. Не знаю, что мне делать, вот мне уже тяжело. И чем сильнее чувство беспокойства, тем сильнее у нас обостряется чувство боли, чувство дискомфорта, чувство неуверенности. И в конце концов, они становятся критическими. И что мы делаем? Мы или останавливаемся, или замедляемся. То есть вот настолько негативна вот эта вот неопределенность. И ключевым моментом, ну это опять же свойственно опытным спортсменам, является осознанный контроль наступающей паники. Взять ее просто под свой контроль. Не то, что мне сейчас делать, полная неуверенность, а я должен сделать то-то, то-то, то-то. На основе анализа всех поступающих в мой организм, в мой мозг сигналов. Вот, кстати. Ожидание и реальность. И же, да, ежесекундно мы получаем просто мегабайты, я не знаю, килобайты информации. И сравниваем то, что мы ожидаем, с тем, что мы реально чувствуем. Ну, каждый все равно из нас, выходя на старт, у нас есть ожидание, что я побегу с темпом, допустим, 4.30, и у меня примерно такие же, такие-то ощущения должны быть на середине дистанции. Хотим мы этого или нет, у нас есть ожидание и есть реальное ощущение. Мы начинаем сравнивать, так ли, совпадают ли наши ожидания с действительностью. И несоответствие, просто колоссальное влияние начинает оказывать на наш мозг. То, что, какие эмоции у нас возникают в голове. Давайте вот начнем с, когда фактическое напряжение. Ну, то есть нам намного тяжелее в середине дистанции, чем мы планировали. То есть я думал, что на середине марафона все еще хорошо будет, буду порхать, а мне уже хреново. А мне еще бежать 21 километр. Мозг автоматически, вот так вот это происходит, что многократно усиливает чувство боли, когда несоответствие это возникает, и усталости. Подсознательный защитный механизм активируется сразу же. И вот мысли сбавить скорость, они становятся просто какими-то катастрофическими, против которых уже никакая сила воли не поможет. Мы тормозим. И тут же вот это интересный момент, что сразу же всплывают негативные воспоминания. Вот, мне в прошлый раз было точно так же тяжело, и я показал плохой результат. Это вопрос о том, что наши ожидания должны быть реальными. Завышенные ожидания, они порой очень вредны, и могут любую нашу готовность просто похоронить на забеге. И, наконец, я не буду рассматривать вариант, когда ожидания равны реальности, потому что они очень редко встречаются, когда самочувствие гораздо лучше ожидаемого. Наверное, Сергей, такое было на марафоне? Было же такое у многих? Когда бежим, я должен был уже вроде устать, а мне вроде еще как хорошо. Это Женя меня... Ну, это вот как бы вопрос самого главного, такого интересного опыта, который в жизни перезапустил. Что такое причина и что такое следствие. Женя мне установку на марафон дал такую, ни с того ни с сего. Типа, значит так, ну, как бы был какой-то цель, 3.30 была цель. Он говорит, нет, нет, про время не думай, отрицательный сплит, ну, отрицательный сплит, это как-то слишком для меня тяжело. И, типа, начинаешь по 5.0 2 километра, что-то совсем, как бы, 5.0, это что-то позориться, мне хочется пожелать, ну, как бы, я бежать-то могу быстрее. А вот потом, типа, 4.45-4.50 до полумарафона. И вот тебе задача, вот эту половинку, задача, вот первую десятку просто брать кофейни, разбеди улицы, улицы, и первую половину просто задача у тебя удовольствие получить. Там, вот там, мимо воды бежишь, вот, как бы, кайфуй, короче. А потом на вторую половинку ты переходи на 4.40, вот, и последнюю десятку потерпишь. Я говорю, ну, ладно. Я, короче, бегу, я в Ницце на 15-м километре, я уже хотел вешаться, вот, как бы, как же, как же мне заканчивать-то. И тут я бегу, догоняю, ну, 5, по 5 пробежал, вроде, да, там, 4.45 перешел, 4.45-4.50, на 4.45 держу, у меня как-то бежится, ну, что-то бежится. Раз на 17-м километре догоняю, я чувствую, что я как-то... Я еще ровно 3.30-м километра, да? Бегу, нет, там, ну, я что-то в голове у меня неужели, что ли, 3.20 могу бежать? Да не-не, страшно, 3.20, не, ладно, догоняю, какой вот итальянцем. Я говорю, как дела на 17-м километре? Говорю, ну, нормально, все, и затали, и затали, да. А ты на сколько бежишь? Он говорит, я на 3.20 бегаю. Все, что, как-то он для 3.20 как-то медленно бежит такой. И какой-то он уже такой, как бы, тяжело со мной разговаривает. А я прям, у меня такой, как бы, где же моя половинка, чтобы на 4.40-то перейти? Я такой думаю, блин, офигенно, у меня сил-то много. Вот я сейчас Женю удивлю. Я, короче, с 20-го по 30-й 4.40, а с 30-го я перейду-ка на 4.35. Я такой, добегаю до половинки, перехожу на 4.40, на 28-м километре догоняю какого-то чувака из Самары, желтая футболка, он бежит на 3.20, ну, бодро так бежит. Я говорю, о, давай, мы с тобой. Ну, и бежит этим, там, 4.40. Короче, 29-й километр, 180, пульс. 30-й, 182, я такой, ой-ой, мне по 4.40 додержать. Конечно, на 35-м километре я уже, как бы, про отрицательный сплит забыл, лишь бы там на шаг не перейти. И последние 4 километра на автопилоте. Самарский парень отстал. Нет, точнее, он сначала вперед меня убежал, а потом я его догнал. Он отстал. И я, короче, расстроенный такой уже в конце добегаю. Как бы, ну, кайфа-то нету. Бах! 3.22. 3.22, да, то есть на 8 минут быстрее целевого результата. Нет, точно такой же результат был. То, что на 3.30 бежал, побежал за 3.22, в Праге бежал. Мне так кайфанул. И это такой дает силы, ну, вопрос не в результате, важно-то там, сколько ты, а вот это... Эмоции. А первый марафон мой, вот эта ошибка тренера, говорит, может быть, моя, но я что-то не виноват. Это что-то и первый марафон. Она мне говорит, да ты готов на 3.30. Вообще, смотри, контрольный, бух, бух, да 5.0, все, бежишь. А я хотел из 4-х-то выбежать. Вообще, для меня мечт, как бы, у меня друг мой сильный, из 4-х не выбегал. Спортсмен, спортивный друг. А тут я, как бы, тренируюсь, а она мне говорит, 3.30. Я, ну, все, короче, 3.30. Ну, вот это вот тогда, я на 15-м километре уже кирдык, и с половинки у меня, ну, такой, на Антибо, ну, вот в Антибо, горке, я сдох вообще, в хлам, я там поймал стенку, остановился. Я прибежал за 3.51 и расстроился. И это не просто расстроился. Это вот, ну, как Женя говорит, это вообще никакой радости. Это вот, как бы, хотелось проклянуть, ну, как бы, как же так, там, готовился. Нет, вот ожидание реальности, это такая штука. Оно везде, не только в спорте. Это вот мы просто сейчас спорт рассматриваем. Вот, когда наше самочувствие гораздо лучше ожидаемого. Что случается? Наш мозг автоматически начинает генерировать в огромных количествах опиоиды. Опиоиды – это что? Это средство для оглушения боли. Соответственно, наша боль потихоньку притупляется, и вот возникает вот это интересное состояние, состояние потока. Все, наверное, ну, хотя бы кто-то слышал, читал, Чиксент Михайя, вот это, когда наше сознание входит в унисон с подсознанием и начинают работать на одну цель, на результат. Мы… Усталость где-то растворяется. Мы просто в состоянии этого потока начинаем бежать до финиша. Вот, даже мало того, что часто очень подсознательная часть, вот эта первая система мышления берет на себя полностью контроль над преодолением дистанции. Нам даже думать не надо. Просто нужно наслаждаться этим, быть в этом самом потоке. Финишная часть дистанции, ну, я не знаю, насколько это, наверное, 35-й и 40-й километр марафон, так, чтобы примерно понимать. У элитных опытных спортсменов, опять же, применительно к удачным забегам. Подсознательная часть начинает работать с сознательной, унисон, и работать на результат. Вот что интересно. Я это долго изучал и спортсменов читал. Когда мы видим, начинаем получать сигналы извне, но очень сильно мотивирует уставший вид соперников. Когда всем тяжело, всем хреново. А ты видишь, что ему еще тяжелее, у него язык через плечо повис. Это независимо от нас дает нам силы. Когда поддержка с трибун, поддержка зрителей... Нет, то же самое дает силы. Это очень сильно мотивирует. Это сразу несколько секунд к километру, то есть в темпе, при тех же усилиях. И в этих ощущениях, в состоянии потока, наш мозг немножко расширяет резервы организма. То есть он позволяет нам еще больше в долг у него взять. То есть, допустим, у каждого из нас есть какой-то свой критический уровень, я не знаю, молочной кислоты, содержание гликогена, ниже которых мозг сразу стоп-кран срывает, а мозг немножко расширяет эти пределы. То есть позволяет нам взять в долг чуть больше. Ну и что происходит, когда мы, соответственно, в состоянии опиоидов, мы перестаем чувствовать уставшие ноги, потому что наша эйфория, она просто зашкаливающая. И эмоциональный всплеск, возникающий в результате этого, он затмевает все, весь негатив, все страдания. Потому что, ну действительно, представьте, когда мы прибегаем на финиш, у нас не только справились с усталостью, с соперниками, но показали шикарный для себя результат. Нам встречают, я не знаю, родственники, друзья, близкие, нам медаль на шею повесили. И это суммарно дает очень большой всплеск положительных эмоций. Так, сейчас я к этому перейду. Вот, соответственно, примерно такие стратегии в общем, такие вот ситуации переживаем мы в своем мозгу, и именно так они влияют на итоговый наш результат. Поэтому, как вы понимаете, физиология и хорошая физическая готовность, это, конечно, очень важно, но это без этого никак. Но то, что там, как у нас извилины припаяны в голове, именно в этот момент оно играет ничуть не меньшую роль. Вот, а теперь про самое интересное, не самое интересное, а то, ради чего сегодня лекция эта затевалась, это болевой порог. Потому что на забеге становится больно всем. Страдать начинают все, кто бежит, соответственно, на личный рекорд. Это очень сильно зависит от состояния текущего мозга. К мозгу можно относиться по-разному. Вот наше традиционное поведение, что боль – это угроза. То есть, если нам больно, организм находится в состоянии угрозы. И мы моментально, чувство самосохранения заставляет нас избавиться от этого чувства боли. Ну, когда мы утюг потрогаем, мы же это, ну, резко отдергиваем руку. Да, автоматически руку отдергиваем. И, соответственно, боль чувствуют все, независимо от уровня. И элитный спортсмен, и самый начинающий. Но отношение к боли разное. То есть, простые начинающие бегуны, ну, или, в принципе, кто еще пока не научился с собой работать, для них боль – это угроза. Но для профессиональных спортсменов, кстати, вот очень интересно по марафонцам. Американские марафонцы, часто у них, они любят биографии свои писать, и у каждого читаешь, что для них боль – это всего лишь источник информации. Боль – это эмоция. Они эту эмоцию переживают, но они не воспринимают ее как угрозу. То есть, что в голове происходит, когда им становится больно? Вот это начинается внутренний диалог. Да, мне больно, но это всего лишь сигнал из организма, что я начинаю уставать. Но это не повод сбавить. То есть, это всего лишь боль. Это всего лишь информация для моего мозга. А как я ее буду воспринимать и интерпретировать, это уже зависит исключительно от меня. Я вчера приводил пример про Эдди Меркса, часовой рекорд, когда он уже на часовом рекорде с шестой минуты начал страдать и испытывал сильнейшие болевые ощущения. Вот, по-моему, он за 50 километров проехал. За этот час, кстати, его рекорд, если я не ошибаюсь, побили только когда у нас на новом, более усовершенствованном велосипеде. Попробовали воспроизвести на таком же, на котором выступал он. Несколько лет назад, если я не ошибаюсь, буквально на несколько сот метров сдвинули. То есть, за 30-40 лет развития, несмотря на развитие технологий, результат, по сути, остался тем же самым. Никуда не ушли абсолютно. Вроде там и открытия делают в области спорта, в области физиологии, как правильно тренироваться. Но, как говорится, его сын и нынче там спортсмен ничем не поменялся. У Эдди Меркса врожденный порог всех. Несмотря на это, он когда только начинал заниматься велоспортом, ему первый его врач сказал, что парень... Сиди дома, да? Нельзя ездить на велосипеде, тяжести из магазина не носить, по лестницам не ходить. Очень-очень аккуратно. Это он забил болт на все это. Сейчас живее всех живых. Ему год назад, три года или два года назад сделали операцию на сердце, поставили шунт, ортокоронарный... Не шунт, не шунт, стенд. Стентирование. Потому что очень большое... Там две проблемы. Первая проблема – очень большое сердце. Она настолько большая, что за ним не успевают клапана. И между клапаном и дыркой получается дырка. Между клапаном и слишком большой, слишком быстро растет сердце, и оно начинает свистеть в месте клапанов. Ну и плюс ко всему всякие там тромбозы и вот всякие такие штуки. Вот ему сейчас стенд поставили. Он сейчас ездит... У него своя фирма по изготовлению рам для велосипедов, живее всех живых. Ему там под 80. И на основании мерксовских всех этих данных стали проводить исследования по велосипедистам. Вот в среднем участники Tour de France, начиная с 20-х годов, живут на 10 лет дольше, чем среднестатистический гражданин Италии, Франции и Бельгии. Вот основные велосипедные страны. При том, что тогда была медицина, они хорошо кушали всякого разного. Нечеловеческие совершенно нагрузки у них там тренировки тогда были. Никто не понимал, что такой пульсометр их просто гоняли, пока они не сдохнут все. Как жизнь. Ну да, вот так. Вот ровно так же. При этом они в итоге, польза превысила негативное влияние всего этого. И в среднем они живут дольше, чем среднестатистические граждане. Наверное, они просто не рассматривали тех, кого сразу из спорта выше было по причине перетрена. Может быть, у них все хуже было. Может быть, да. Это просто участники Tour de France. Просто там все понятно. Там есть фамилия, есть результаты, есть номер. Но они прослеживаются от рождения до смерти. Поэтому проще, чем изучать абстрактных велосипедистов непонятно каких. То же самое, как и говорю, жители блокадного Петербурга, кто выжил. Они жили потом до 80 лет, потому что выживают сильнейший. Просто естественный отбор произошел. Видимо, в велоспорте так же. Кто получил перетрен, те благополучные. Они просто не попали, может быть, в статистику. Ну вот, как мы относимся к боли и к страданию. Это напрямую определяет, как долго мы сможем бороться с этой болью и с усталостью. Даже не бороться, а, я не знаю, мириться с ней. Наверное, так правильнее будет сказать. Потому что у каждого есть свои пределы. Но очень часто каждый, наверное, испытывал ситуацию, когда прибегаешь на финиш и чувствуешь, что не выложился, что не дожал. И это прям самое обидное ощущение. Что вот в следующий раз выйду всех пару, выложусь. А опять такая же ситуация получается. Потому что где-то внутри нас вот этот предохранитель начинает срабатывать. Не дает нам выложиться на все 100%. Но потому что многих ли мы видим, кто после финиша в конвульсиях падает. И многие ли из нас, кстати, это могут. Вот это, кстати, хороший пример очень на переносимость боли. На бегунах, ой, просто на любителях проводят. Вот в фитнес-центрах, в некоторых западных я это читал. Чтобы не повредить здоровье, начинающему спортсмену что делают? Его просят, якобы там, знаете, такой тест на мышечную выносливость. Вот задача просто продержаться как можно дольше. Просто элементарно. Он становится возле стены в стульчик. Не опасно, но ощущения непередаваемые. Каждый, наверное, из вас знает. И они смотрят. Вот у каждого все равно происходит отказ. Как физиологически и психоэмоционально этот спортсмен переживает отказ. Или он, вот я все устал, через минуту уже пошел куда-то водички попить. Или с него 7 потов сошло, он просто падает после этого. То есть где у этого спортсмена болевой порог и как он долго может терпеть. Очень не такой интересный тест. Это чисто вот для тренера, чтобы понимать, ну вообще, что с ним делать. Как он к боли-то вообще относится. Нет, можно поставить, кстати. И вот эти предохранители в нашем мозгу, они всегда... То же самое, что происходит вот в жару. Почему мы в жару так сильно сбавляем? Почему работоспособность падает? У нас есть внутренний термометр такой какой-то, который мозг очень хорошо считывает. И он начинает сбавлять скорость, автоматически срывает стоп-кран. Не тогда, когда мы критической отметки достигаем, а он чувствует, что с этим же темпом бега, проводит расчеты, примерно через 1-2 километра температура тела достигнет критической, опасной для жизни. И он уже в этот момент, то есть он как бы предвосхищает ситуацию, чтобы обезопасить наше здоровье, он срывает стоп-кран. Вот это, кстати, вот в жару он так работает, потому что у него очень много у нашего мозга датчиков по всему телу. Датчики кислотности, то есть когда вот эта молочная кислота, ну когда мы бегаем, короткий интервал или там какие-то силовые, когда страшное отражение в мышцах, есть у организма в данный момент какой-то потолок по молочной кислоте, по кислотно-числотному балансу. При превышении этих лимитов, когда он к ним подступает, он автоматически сбавляет, ну скидывает нашу мощность, отключает, просто отключает мышцы. Он просто таким образом нас не позволяет приближаться к опасному критическому состоянию. Это нет возможности. Не сможет, да, никак. Подожди. Не торопись. А теперь работающие лайфхаки. Как свои вот эти извилины немножко подготовить к результату? Вот это борьба между тяжестью воспринимаемых усилий и мотивацией. Представим две чаши весов. На одной страдания, на другой мотивация. Соответственно, чем сильнее мотивация, тем дольше мы можем бороться со страданиями. Рецепт мотивации у каждого свой. Что мы хотим вообще от этой гонки? И, насколько я у психологов читал, хорошо работает внешняя мотивация, когда мы делаем что-то ради кого-то, ради чего-то. Пообещал там показать хороший результат своей дочери. Очень популярно там «бегу за собак», «бегу за детей». Вот кто это не воспринимает как самый пиар какой-то, а кто действительно верит в эти вот забеги ради кого-то, ради чего-то. Хороший был челлендж как раз. Эстафета, в которой мы бегали, вообще просто идеальная мотивация. Потому что сам бы думал, что нахрен бы мне так быстро, я так уже натренировался хорошо. Тут уже где, там же ребята ждут, что ты хорошо продышишь. Блин, надо вломить до конца. Прекрасно работает. И, соответственно, ты можешь чуть дальше расширить свои резервы. Что? Беретик тренера, учили, это хорошо работает. Да, да, да. Ты бежишь за себя, ты думаешь, когда тренера тоже не позволить. Вот на эту тему ты хорошо, что поднял вопрос. По легкоатлетам не так много исследований. Очень много у нас исследований по тем видам спорта, где много бабла. Ну, то есть игровые виды спорта. Американцы чаще всего делают на футболе, на баскетболе, на… Что у них там еще? Рэкби всякое. На бейсболе сделали. Вот они изучают вообще психотипы и взаимоотношения тренера со спортсменом. И интереснейшие факты. Вот тренер может своим одним, даже двумя-тремя словами тестостерон спортсменов удвоить. Или обдулить. То есть это просто живой, просто настоящий допинг, которого не нужно ничего жрать, ничего колоть. Просто нужные слова сказать, подобрать в нужную минуту, в нужный момент. И все. И они окрыленные побежали на поле, там всех разорвали. Ну, вот второй пример, это я уже приводил, пример спортсменов, когда они просто со стороны, как бы, наблюдают за собой, за своими страданиями. Наверное, самый лучший пример, ну, это Юки Каваучи. Вот любитель пострадать. Мне кажется, он с первого метра уже начинает страдать. На него просто страшно смотреть. И он падает до им изнеможения. Он просто приходит и так вот мордой падает на пол, когда финиширует. Вот настолько какие-то… Какая разница? Это уже не важно. Говорят, маман такая, как у тебя тренер. Я про него очень интересный материал читал. Она его с 5-7 лет, она его приходила в каком-то парке, и он вокруг километрового парка бегал. Если он пробегал следующий круг тише, чем мать сказала, заново начинал перебегать, ребенку 5-7 лет, он плакал, ревел, ничего, мать была какая-то непоколебимая. А если он выполнял задачу, получал мороженое. Японцы. То есть, такой самурайский мозг какой-то. И из него вырос… Ну, таких спортсменов больше нет, как он. Он мог каждые две недели бежать на уровне мировой элиты. То есть, какое-то чувство… У него, по-моему, самое большое количество марафонов в карьере у всех бегунов из двух десяти, по-моему. Да, из двух десяти, из двух двенадцати, из двух четырнадцати. Таких больше… Такого количества марафонов с таким результатом больше не у кого. При этом он в школе работал. То есть, там… Нет, 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 он не профессионал, нет. Он учитель-скультура тоже. Учитель-скультура тоже. Сейчас он, по-моему, пару лет назад как раз перешел в профессионалы. Но самый лучший результат он добивался, когда работал в школе. Он перешел сейчас с профессионалом? Пару лет назад он подписал с кем-то, и результаты упали. Мотивация пропала. Как все, он, наверное, ради этого и бегал. Все, контракт получил, все, деньги какой-то. Он на марафонах нормально получал и так. Мама не бьет. Мороженое угощает. Вот это он лучший пример, насколько он умеет справляться с болью, воспринимать ее. Я удивлен, как он до сих пор вообще жив. Мы же не знаем, может быть, это как футболисты. Его там толкнуло, он потом катается 15 минут по траве, говорит, как ему больно. Все, ноги оторвались, голову оторвались. Ну, просто так изображать, усердно изображать боль. Каждый забег, это надо быть хорошим актером. Он, на самом деле, может, это источник позитивных эмоций потом. Ну, потому что есть те, которые бегут там на их всю дорогу. Или кряхтят. Ну, он затопит тот же самый. На него просто посмотреть, у него такие рожи, такие... У меня такие тоже в последнее время стали. На последних километрах. Вот, блин, страшно смотреть. Третий момент – это фокус внимания. Мы, когда бежим, у нас постоянно куда-то вот наш мозг где-то есть, наш разум где-то присутствует. Он, может быть, присутствует на боли. То есть мы бежим и начинаем чувствовать, как у нас наливаются боли мышцы. Дыхание какое тяжелое в груди начало сильно гореть. А можно свой фокус внимания на что-либо перевести? На соперников там, на набережную, на какие-то достопримечательности. То есть стараться как-то вот уводить свои мысли, свой мозг от внутренних страданий, от дискомфорта. Очень работает. Наличие тренировок до отказа помогает сдвигать болевой порог до 40%. Это выяснено на профессиональных спортсменах, на велосипедистах, на лыжниках, на пловцах. Я думаю, на легкоатлетах такая же ситуация. То есть когда присутствуют тренировки там, где нужно встать и, как говорится, до конвульсии. До конвульсии бегаться, они опасны, но они помогают болевой порог сдвинуть. То есть мы уже в следующий раз можем бежать дольше. Вот, кстати, очень интересное отношение к концепции тренировок до отказа. Нет единого мнения вообще, нужны они или нет. Но очень, наверное, читали Насима Талеба или слышали, по крайней мере. Вот в тренировках примерно такая же ситуация, как у него в бизнесе, в инвестициях. Когда мы выполняем комфортные и легкие тренировки регулярно, это то же самое можно сравнить с вкладом в банк. Риск нулевой, ну, маленький-маленький процент, то есть прибавка идет минимальная. Но когда мы вкладываем в высокорисковые ценные бумаги, риск прогореть велик, но и риск заработать тоже многократно увеличивается. И вот тренировки до отказа примерно так же выглядят, как вложение в высокорисковые активы. Можно угореть, можно получить большую прибавку. Соответственно, тут вот очень такой тонкий момент, нужны они или нет. Поэтому тренировки собираются в портфель, где есть высокорискованные бумаги, где есть бумаги со средней доходностью, где есть какие-нибудь банды, которые по-любому принесут тебе чуть-чуть. Ну, я слышал такую схему у некоторых тренеров. Опять же, чисто субъективное такое мнение, основанное на эмпирическом опыте. Каждая пятая тренировка опытных спортсменов должна быть вот, выйди и, как они-то называются, увидеть Бога. У них сый год. Увидеть Бога, называется. Вот когда они этого достигают, задача тренировки выполнена. А следующие четыре с запасом. Просто скоростные тренировки. Да, каждая пятая. Не каждая пятая, а каждая пятая скоростная. Каждая пятая скоростная или каждая пятая? Каждая пятая скоростная. Ну, развивающие имеется в виду, а не кроссы. сколько среднему всех там я не знаю сколько 2 скоростных неделю получается раз в две с половиной недели это опять же какой-то вот про чисто эмпирический опыт который не факт вообще что работает и что так нужно всем делать ну и сила веры очень мощный инструмент я не просто так это написал если мы в себя не верим если в нас не верит тренер ну соответственно вот этот самый тестостерон он начинает потихоньку на старте подходить к нулевой отметки ну даже я думаю комментировать нечего все знают насколько здесь есть комментарии вот по пятому пункту очень существенное слово правильная сила веры они сила воли потому что зерой воли на 30-м километре у вас не будет сила воли она в коре головного мозга они в мозжечке а на 30-м километре коры головного мозга у вас нету главный мозг чувствуя что энергии уже нету начинает перераспределять энергию от коры головного мозга который потребляет там 30 процентов всей нашей энергии к мозжечку который очень эффективен поэтому просто кору головного мозга отключает силы воли там нету поэтому многие тренировки делаются на боевом темпе то есть когда у тебя кора головного мозга отрубится а останется один мозжечок там мозжечок вот этот вот строп будет выдавать нужное количество ты в целевом темпе будешь бежать уже ты умер а ноги еще бежат бегут в целевом темпе ты их уже не контролируешь как радиоуправляемая машинка они у тебя все равно молотит вот так как они должны должны молотить поэтому тренировки в целевом темпе на фоне усталости но я там люблю бегать сначала там поджечь себе все ну например там там 15 по 200 со всей дури а потом там километров 7-10 пробежать в целевом темпе то есть от себя как бы туда откидываю в 30 километр вот этими быстрыми тренировками уже я уже никакой и мне надо в целевом темпе пробежать еще еще десяточку ноги наоборот делают сначала десятку а потом на фоне десятки скорость разгоняет а мне нравится наоборот то есть себя поняла на себя устал туда просто чтобы не не два часа не три часа бегать а покороче бегать и вначале себя сжег а потом вот в целевом темпе поработал совершенно верно вера в прорыв на примере мили из четырех минут очень замечательная ситуация джон роджер баннистер который вот по моему только в этом году к сожалению умер вся четвертом году наконец-то прорвал казалось бы немыслимым рубеж и за четырех минут на мили не полторашка мили на протяжении двадцати лет по моему этот рекорд штурмовали 401 402 403 402 401 кантом конечно же вторая мировая война вмешалась там пять лет не проводились соревнования но тем не менее целых 15 лет народ топтался вот на этих вот на перед этим барьером четырехминутным не могли его сломать и что удивительное произошел произошло когда роджер баннистер сломал этот барьер в этом же году еще три человека пробежали мили четырех минут то есть барьер сломал сломался в голове перестала перестали эти мили четырех минут быть чем-то невозможным и вот с этой точки зрения мне кажется кипчоги то что сейчас совершил в том году он просто дал всем веру в то что марафон из двух часов это не нечто невозможное и я вот уверен в те ближайшие там я не знаю пять лет народ начнет ну не десятками но единицы начнут опять уже уже в соревновательных условиях стандартных марафонах выбегать марафон из за двух часов может быть и выбежат да потому что уже нет ну это уже не является чем-то каким-то сакральным вот на это я хочу на ментальной свежести ментальной емкости остановиться поподробнее я не помню кто это написал автор потому что у многих я эту концепцию читал вот у нас на день дается какой-то определенный нам резервуар способности выполнять тяжелую умственную работу тяжелую на работу это а вторая система мышления пока ним она когда у нас такой пример простой привести поставить поставить вот егора решать алгоритм логарифмы какие-нибудь или интеграл и у тебя мозг закипит очень сильно причем задымится вот так вот я тебя положу поставить 2 плюс 2 столбиком складывать я мозг не закипит то есть в одном случае тебя работает вторая система мышления в первом говорится как первое вот и нам на день дано определенную вот это вот емкость сколько работы может выполнить вторая система мышления и когда вот у нас забег это как раз работа второй системы мышления когда мы себя заставляем когда мы боремся с тобой когда она включается и соответственно спасу способность терпеть она вот у нас вот таким вот образом заложено каждое утро вот мы взяли с утра провели какое-то совещание нервное потом сходили на какой-то экзамен а потом с кем-то в супермаркете ну на русском до народном пообщались и вот выходим на забег у нас вот столько вот осталось потенциала чтобы потерпеть ну хотя физиология ноги то те же самые а терпеть уже нечем и вот этой ментальной свежести ментальной емкости ментального запаса нет соответственно наша задача перед важными забегами минимум сутки или двое не принимать сложных ответственных решений не загружать свою вторую систему мышления чтобы она была свеженькая как вот очень действенная такая освежившаяся она кстати очень хорошо развивается когда вот есть я встречал у тренеров которые опять же недалеки от науки интересуются глубоко этой темой они заставляют своих спортсменов в перерывах между интервалами перемножать цифры перемножать числа то есть дополнительно утомляют их мозг и считается что это позволяет расширять способность вот эту свою терпячку увеличивать с этой точки зрения как раз тяжелые тренировки и нужны и постоянная нагрузка своим любимым клиентам звонить между интервалами давай пересмотрим сумму контракта через пять минут перезвонит и пока подумай я об этом не написал но тут же хочется добавить что наша способность терпеть и воспринимать боль обостряется на фоне негативных эмоций те же самые психологи взяли вот в одной комнате поставили одну группу велосипедистов мы посадили за станки в другой другую одни смотрели комедийные сериалы какие-то ну просто получали чистый негатив а вторые сцены на сцена насилия боли там страдания детей какие-то и просто эти от эмоций они в разы снижают способность терпеть вот условно говоря тебе дано дана задача настроена велосипедисты очень сильно снижают способность терпеть до болевые ощущения обостряются сразу же то есть как мы условно говорят тебя в то же самое поставить на беговую дорожку поставить темп 400 она не туда не сюда не двигается и на фоне позитивных эмоций ты просто дольше сможешь позже остановишься чем на фоне негатив негативного эмоционального фона но этот раз в разных гормонов ацетилхолил кардизол это же стоп это же гормонский стопорят я должен как бы остановиться ничего не понимаю сначала это вот группы группы вот это то что то что сформирует нас ощущение как горе как бы испуга стресса это гормоны вот этой группы они обратны как раз эндорфина дофамина серотонина вот эта группа ацетилхолил кардизол и адреналин кстати здесь же скажи пожалуйста то есть правильно я понимаю что взаимосвязь такая не ты страдаешь 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 и учишься от этого больше преодолевать больше терпеть наоборот получается да то есть ты находишься в постели тогда ты легче приносишь боль ну условно говоря задача тренировок вот эту бутылочку увеличить два раза периодически опустошать надо да опустошаем опять даем ее на за ночь она накапливается я здесь мне кажется я бы как 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 я понимаю первое то есть ты если позитивный эмоциональный фон держишь он тебе отодвигает чувство боли просто гормональный фон тебя работает ты не нас для этого 2 а почему страдания важно что такое страдание что такое тренировка на страданиях если ты прописал один раз последовательность эмоций терпишь терпишь плохо 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 потом хорошо еще раз терпишь плохо 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 потом у тебя хорошо то есть если ты вот как бы себе себе просто вот эти там тренировки такие сделал 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 следующий раз когда ты входишь ситуацию когда эти плохо 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 твои подсознание понял что помнит что будет хорошо и а вот вот в этом когда тебе плохо она дает дополнительных сил просто гормоны удовольствия они для того и сделаны чтобы уменьшать боль физическую на этом например построенные все специи то есть когда мы бросаем на язык перец там нет вкусового рецептора там чисто болевой рецептор и в ответ на боль организм вбрасывает тебе серотонин дофамин а потом боль то быстро прошла а серотонин остался и нам кайфово поэтому мы хотим дальше еще по 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 острее поэтому да если ты встаешь на дорожку и тебе по каким-то причинам телек или еще что-то вбросил там серотонин дофамин положительные эмоции они блокируют лица болевые болевые рецепторы ты на этих вот позитивных штуках ты можешь дальше у тебя как болевой порог он отодвигается чуть подальше то есть на самом деле вот бег и специи очень похожие штуки по воздействию эйфория бегуна это абсолютно как единственное что перец очень короткие короткое воздействие и короткое воздействие перцем дает большой выброс серотонина дофамина а когда мы бежим у нас более плавная нагрузка и в ответ на эту более плавную нагрузку более плавное повышение серотонина дофамина и поэтому у нас нагрузка закончится кайф остался еще я пару назову немаловажных это выплескание эмоций до старта многие наверное тоже задам очередной вопрос всю неделю до старта начинают стартовать ложатся спать и стартовать с как адреналин то есть мне кажется я в этом уверен нужно до старта вот до самого выхода на стартовую линию на разминку вообще отключать свой мозг вообще не думать об этом не тратить не выжигать себя свои эмоции стараться нормально спать опять же это легко сказать но не так легко сделать вот потому что это эмоциональное выгорание она опять же привели тому что нечем остается терпеть мы себя выжгли сами и сборной так интересно очень шутили ребята рассказывали когда сидят накануне финала 4 финале 4 финалиста на 100 метровки чемпионата союза в одной комнате их поселили так так попало так случилось и вот один достает стартовый пистолет на старт внимание марш бам и раза три так сделал и все ребята выгорели просто сгорели раза три заставил стартануть да и мой товарищ тоже он выиграл чемпионат россии на 400 с барьерами очень я просто рядом стоял наблюдал на финишной линии встает такой на всех посмотрел чё говорят козлы счастлива всех порву и не узнать испуг глазах сразу его же ничем не скрыть и он их просто разорвал хотя финал попал с четвертым временем выразил просто поразить поменяли правила соревнований была такая фишка у пловцов они встают на тумбочку и намеренно первый раз делают фальстарт все остальные спуск спрыгнули с тумбочек пока они вылезут они нервничают блин все пошло не по плану все все пошло не по плану все не так понервничали все а тот пришел этот вытер вытерся полотенчиком встал ну чё к одну чё козлы поплыли вы теперь поплыли и запретили запретили делать сразу включили диск у меня вот в этой теме перед перед амстердамом прошлой осенью я прикидку воскресную за неделю пробегаю хорошо но типа хорошо там четыре ну как какой стас я не помню 440 давал и у меня низкий пульс то есть 155 что ли вообще для меня какой-то я такой его корневого чё у меня чё я могу что ли быстрее 43 25 что ли бежать такой при себя вот там сейчас же не меня позвонит же мне звонит на все видел вот там нехорошо неплохо все к этим задание на неделю занят задание на неделю типа про марафон не думать спать жрать и ну и там тренировки делать и главное типа говорит про марафон не думать я только а я раньше я начинаю настраиваться я как начинаю настраиваться так и трассу я каждый день я уже такой так я вот там там не будет плохо да 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 там не надо потерпеть а вот там горочка блин я в эту горочку сука залезу конечно обязательно и каждый день ты так раз там ложишься такой и как бы ты этому процессу уделяешь внимание им как бы выжигаешь эмоции не опять лишних до египта час двадцать приехали он с егором впервые час два это сейчас 20 был в ферме когда ферме приехал до этого ярославль пробежала мне тренер пишет что только что пробежал ярославль сейчас восстановительная такая тренировка просто я бежал за балтику за командами просто надо было бежать побежим просто в тренировочном темпе там по 4 минуты не никуда не рвемся все нормально я боевых кроссовок не взял приехал туда с денисом васильевым мы пивка выпили вечером по гамбургеру вот по такому сожрали я прихожу в гостиницу утром просыпаюсь мне тренер пишет в полную силу бежим губрина даже кроссовки нельзя не волнует бежим в порну в полную силу и личник я просто бегу и были нормально все у меня там еще помог парнишка тоже вот про просила воли я бегу и мы так я на него смотрю он на меня так смотрит он примерно моего возраста и вот мы так и бежим это копит на него смотрю он так на меня смотрит мы это дальше дальше бежим и где-то на середине уже я у него спросила это какого года 50 плюс тогда я побежал и он отстал все так мы так друг на друга смотрели то есть мне как возраст не могли прикинуть друг друга друг друга и все больше я его не видел и он как-то так сломался сразу ну я уже буду завершать 9 это перегрузка мозга время тренировок как раз что я и говорил иногда выполнять тренировки после тяжелых совещаний после тяжелой эмоциональной нагрузки или в процессе тренировки иногда чем-то свой мозг нагружать у нас мало таким пользоваться но я тем не менее упомянул это как действительно работающую стратегию да у тебя уже нечем терпеть и ты учишься на вот этой на истощенной своей ментальной энергии бежать соответственно тебе намного тяжелее вот но она потом на марафоне тебе же задача не пробежать хорошо на тренировке обрагать хорошо на забеге наверное на этом все у меня все спасибо